Борюсь с излишним весом, склонна к нему, склонна не только к весу, но и к ожирению. Поэтому, если бы я не занималась разными диетами, наверное, я бы не прошла в дверь. Худела много и часто, раз в шесть под контролем врача было полное голодание. Это когда на две недели вы пьете одну воду. Эффект потрясающий. Вы молодеете, теряете килограммы, чувствуете бодрость. Замечательно все. Но потом это возвращается очень быстро и в большей степени. Ну нет, голодать это не с нами. Будем учиться питаться правильно, дробно. Хотя слово учиться звучит странно, потому что каждый новорожденный человек интуитивно понимает, кушать лучше небольшими порциями каждые 3-4 часа. Но с возрастом пищевые привычки меняются. Приветствуется блюдо поострее, пожирней, а чувство меры отходит на второй план. Итог лишние килограммы и целый ворох болячек в придачу. Сбрасывать груз нажитого тяжко и, прямо скажем, лень. А ведь именно лень порождает множество мифов, связанных с похудением. Вот их-то сегодня и постараемся развеять. Считать калории, порции и число приемов пищи наша героиня не привыкла. А за обеденным столом она охотнее принимает пищу для ума, нежели для тела. Читает, размышляет, делает записи. Работать иногда приходится сутками напролет, без выходных и отпусков. И те, кто полагают, что трудоголики – люди худые и измученные, глубоко заблуждаются. Да, порой у них нет времени даже на то, чтобы лишний раз перекусить. Но когда они добираются до стола, их не остановить. В один присест они могут приговорить не три и даже не четыре тысячи калорий. Появляется у нас склонность к употреблению жирной пищи и хлебобулочных изделий, потому что быстро происходит насыщение. То есть если мы употребляем другую пищу, более лёгкую, этого насыщения не происходит, а головной мозг требует «я хочу есть, я хочу есть». Соответственно, желудок быстро у нас наполняется едой, но головной мозг не успевает даже понять, что «я поел, и хватит уже остановись». Поэтому запускается уже целый каскад проблем, связанных с однократным приёмом пищи в день, но при этом возникает переедание. Или другая крайность. Питаясь дробно, человек худеющий умудряется выкроить сутки, а то и двое, на так называемую разгрузку. Однако и с этим стоит быть осторожнее. Варёные и пареные овощи, как в данном случае, вреда здоровью не принесут. Но стоит ли дни напролёт питаться только ими, если однажды ваш выбор пал на дробное питание? В дробном питании не предусмотрены разгрузочные дни, потому что каждый разгрузочный день накапливает чувство голода. И потом человеку трудно удержаться вот в этой норме калорий или вот в этом питании, потому что чаще всего он съедает больше, у него начинается такое уже компульсивное переедание, которое очень сложно проконтролировать. Ну и кроме того, разгрузочный день – это замедление обменных процессов. То есть тело не работает, еды нет, метаболизм снижается, а потом на замедленные обменные процессы большое количество еды чаще всего усваиваются в жир. А вот загрузочные дни придутся весьма кстати. Но никаких углеводов в виде булок и конфет. Предпочтение в этот период стоит отдавать белкам – больше рыбы, мяса и яиц. И не ленитесь считать свой суточный калораж. Избыток белка обязательно добавит веса, а тонкой талии придется забыть. Если вы не добираете к вечеру, вы не добрали нутриентов, ну сумасшедший был день, вот некогда было поесть. Съешьте, пожалуйста, омлет легенький или просто сварите себе два яйца. Поели, почистили зубы, совершили вечерние ритуалы и после этого уже спокойненько спать. Все усвоится и если создан дефицит, то на следующее утро вы проснетесь и на весах увидите чуть-чуть поменьше. Питаться, конечно, лучше каждые 3-4 часа. В зависимости от режима дня приемов пищи может быть и 6, и 8. Но если в назначенное время по какой-то причине вы не чувствуете голод, от еды лучше отказаться. Проведем небольшой эксперимент. Возьмем две емкости с песком. В одной он совершенно сухой, в другой – мокрой. Каждую выльем по 200 граммов воды. Что видим? В первой жидкость впиталась полностью, во второй стоит на поверхности. Похожие процессы происходят и в нашем желудке. Однако пропускать более одного приема пищи все же не рекомендуется. Организм в любом случае извернется и начнет черпать энергию из внутренних запасов, безжалостно истребляя арсенал глюкозы, подкожного жира и кетоновых тел. Из-за этих манипуляций образуются шлаки и токсины. В итоге несчастный впадает в стресс и станет требовать больше еды, чем, предположим, 4 или 5 часов назад. Вернуться к обычному режиму питания будет крайне сложно. Никто и не спорит, что красота и молодость во многом зависят именно от образа жизни. И правильное питание играет в этом случае не последнюю роль. Ежедневное употребление оливкового масла, например, поможет надолго сохранить упругость и эластичность кожи. Оно на 70% состоит из мононасыщенных жиров. Омега-3 кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, защитят дерму от повреждений и губительного солнечного света. А какао и черный шоколад, в умеренных количествах, конечно, надолго сохранят ее молодость. Этот список можно продолжать бесконечно, но время, стрессы, игры с весом рано или поздно сделают свое дело. Прежде всего, конечно, страдает кожа лица. Мы недополучаем минералы, мы недополучаем витамины. Наша кожа перестает, самое главное, что она перестает вырабатывать тот коллаген и эластин, который должна. Эффект похудения, что называется, на лицо. Но даже в такой момент человек, худеющий, предпочитает спасаться самостоятельно, без помощи косметологов. А ведь только профессионалы знают, как действовать в каждой отдельно взятой ситуации. Некоторым массаж противопоказан вовсе, а кому-то делать его стоит с чрезвычайной осторожностью, чтобы не повредить хрупкие сосуды и чувствительную кожу. Прежде всего, пациенты, когда начинают показывать, как они делают массаж, они делают такие движения, растягивающие кожу. Если растягивать кожу непрофессионально, она у вас и будет растянутой. Посмотрите на чудную собаку Шарпея, и вы получите непрофессионально это будет вот такое лицо. В подтверждение сказанного проведем небольшой эксперимент. Возьмем два кусочка кожи. Один обработаем оливковым маслом и осторожно протрем ватным диском. Второй начнем мять и растягивать. Изменения видны практически сразу. Материал деформируется. При грубом воздействии тоже происходит и с нежной кожей лица. Кстати, у человека худеющего кожа становится нежней и тоньше обычного. Дело в том, что во время резкого похудения теряются естественные объемы лица. Оно словно сдувается, становится более плоским. Впадают щеки, появляются глубокие морщины, меняется форма. Овальное лицо из-за деградации мышц и жировой подкожной клетчатки приобретает квадратные очертания. Справиться с такими изменениями помогут только профессионалы. Домашние эксперименты в данном случае небезопасны. Желая похудеть, некоторые делают ставку на скандинавскую ходьбу и йогу. Если в день положено делать не менее 10 тысяч шагов, то какая разница, бредешь ты по парку с палками в руках или без них? Но нет, это, пожалуй, одно из главных заблуждений человека худеющего. Ходьба более высокая по темпу и со специальным снаряжением, с палками для скандинавской ходьбы. Они, в свою очередь, задействуют больше мышечной группы в плечевом поясе. Мышцы рук, мышцы торса, кора. Помимо нижней части тела работает еще и верхняя. За счет того, что мы работаем на упреждение палочкой, устанавливается эффект снятия ударной нагрузки с голеностопа, с колена. Поэтому вот это для выхода людей с артрозами, гонартрозами, с артритами. Некоторые любители полагают, что заниматься ходьбой нужно каждый день. Даже в магазин за хлебом стоит отправляться с палками. Не стоит. Как и в любом другом виде спорта, а скандинавская ходьба – это в первую очередь спорт, мышцам надо давать отдохнуть. И еще, не обольщайтесь. Такие прогулки помогут вам поддерживать тело в тонусе. Но похудеть вряд ли. То же и с йогой. Профессионалы уверяют, звезды, рекламирующие свою фигуру как результат занятий йогой, по меньшей мере лукавят. Только йога ничего не сделает с вашим весом. 50-минутные занятия сжигают меньше калорий, чем содержатся в двух крошечных кусочках шоколада. Американцы провели эксперимент. Они разделили женщин на две группы. Одни в течение трех месяцев интенсивно занимались йогой. Другие ограничили свои физические нагрузки неспешными прогулками в парке после работы. Результаты заставили задуматься. Женщины ни той, ни другой группы в весе не потеряли. Однако нужно отметить, что в первом случае такие показатели, как выносливость, мышечная сила, гибкость и равновесие выросли в разы. Вы представляете, 8 миллионов 400 тысяч образов в йоге гипотетически существует. То есть это такое количество асан. Для людей, у которых существуют ограничения по телу какие-либо, это может быть как какой-то физический недуг, так и просто неспособность тела на данный момент принять какое-то положение, соответствующее геометрии асаны. Поэтому используются различные кирпичики, одеяло, ремешочки, скамейки. Очень много приспособлений, которые помогают телу физическому человека добиться необходимого результата. Возьмем два прутика. Один гибкий, ивовый, другой кленовый. Попробуем сломать их. Первый гнется, но не поддается. Второй треснул, едва только мы попытались приложить немного усилий. То же происходит с нашими мышцами и суставами, когда они не подготовлены к физическим нагрузкам. Современные офисные работники, просидев весь день в кресле, приходят в зал и пытаются скрутиться в положение, для которого у них нет ни гибкости, ни здоровья. Среди самых популярных – асан, кобра и собака. Эти экстремальные позы способны в два счета уничтожить новичка. Позвоночные артерии и седалищный нерв просто не выдержат таких нагрузок. В общем, в йоге, как в еде, важны мера и регулярность. Остановившись на дробном питании, я надеюсь притворить свою мечту в жизнь. Я очень хочу, чтобы это дробное питание стало не диетой, а образом жизни. Тогда я буду молодой, красивой, до 100 лет. И надеюсь, не отягощенной различными заболеваниями. А мне это очень нужно. Нужно мне, моим детям и моим друзьям. А ведь буквально слово «диета» так и переводится – образ жизни. Каким он будет решать, конечно, самому человеку худеющему. Главное – не действовать вопреки. Получать от еды наслаждение, от спорта удовольствие. И бесконечно радоваться собственному отражению в зеркале. Только тогда поставленную цель можно считать по-настоящему достигнутой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова